Эти два заасфальтированных мостика ждут своей судьбы. Это часть инфраструктуры развязки, которая была подготовлена для строительства четвертого этапа Южного моста. Но пока асфальт плавно переходит в тропинку, которая ведет в никуда. Цель четвертого этапа строительства Южного моста – соединить его с Елговским шоссе, чтобы грузовые автомобили, которые идут из Елгова или Бауски, могли через Южный мост выехать на Восточную магистраль и оттуда в порт, в объезд центра города. В начале сентября мэр Риги Вивнестерсис говорил, что Рижской думе удалось договориться с правительством о финансировании, а именно о 80 миллионах евро из фондов Европейского союза, при этом признавая, что расходы будут больше. Но в том же сентябре правительство сменилось, и Министерство сообщения возглавил Каспарс Бришкинс от партии «Прогрессивные». У меня есть сведения, что новое политическое руководство Министерства сообщения смотрит немного по-другому, и нам еще предстоит борьба за то, чтобы это европейское финансирование для проекта вообще было. К сожалению, может быть по-разному, и, возможно, этот проект не будет реализован, потому что просто не будет финансироваться. В Министерстве сообщения опасения столичного градоначальника подтвердили. Европейские деньги на этот проект не будут выделены. В транспортной отрасли в целом не освоено более 260 миллионов евро. Их нужно рефинансировать в рамках фонда выравнивания Евросоюза 2021-2027 года. Это то политическое наследие, которое нам оставлено со времен господ Линкайца и Виттенберга. Надо отказываться от проектов, на которые не хватает средств. И один из них – это четвертая очередь Южного моста. Выделенных Евросоюзом финансовых средств в размере 72 миллионов евро не хватит. Стоимость проекта выросла вдвое. Также в Министерстве сообщения отметили, что их приоритетное направление – это общественный транспорт, а строительство дорог для грузовиков не отвечает целям «зеленого курса». Мы, наверное, не будем закрывать порт в Риге. И грузовой поток будет идти не только по железной дороге, как этого хотелось бы, но и по автодорогам. Поэтому я эту позицию до конца не понимаю. Не нравится министерству и то, что процесс закупки на строительство четвертой очереди Южного моста опять продлен. Некоторое время назад Бюро по надзору за закупками признало обоснованными несколько жалоб относительно этого конкурса. В закупочную документацию были внесены поправки, и новый срок подачи заявок продлен до 20 февраля. «Это очень масштабный объект, и понятно, что он очень интересует строителей. И они готовы один другому, так сказать, перегорызть глотку, чтобы получить этот заказ. Именно поэтому там наблюдаются жалобы. И с такой точки зрения, я думаю, это нормальный процесс, и в этом смысле ничего чрезвычайного». «У Рижской Думы есть возможность реализовать этот проект самой, определив его как один из приоритетных. Это ответственность Рижской Думы и ответственность мэра Риги принять или не принять это решение. Также у Думы есть возможность увеличить фискальное пространство, если, по их мнению, это решение необходимо». Но в Рижской Думе все же намерены побороться за европейское финансирование. Само строительство Южного моста началось еще в 2004 году. Но сам проект больше, чем просто переправа через реку. Проект изначально был разбит на очереди. Соединение с Елговским шоссе было последним этапом проекта. Субтитры создавал DimaTorzok